Добрый день, уважаемые телезрители Живого телевидения! Сегодня мы начинаем нашу очередную трансляцию программы «Букинг». Сегодня у нас в гостях Мария Панфилова. Здравствуйте, Маша! Рад вас видеть в нашей студии. Я не знаю, как мы начнем. Начнем ли прямо с чтения стихов, или, может быть, я вам вначале задам какие-то вопросы? Ну, задайте. Знаете, я когда впервые услышал ваше выступление, это было в клубе «Подвал номер один», название «Подвал», и на самом деле сейчас «Подвал», как это и было традиционно, это один из старейших клубов в Москве. У меня было совершенно такое впечатление, какое-то неотвязное того, что это происходит не в начале 21 века, а в какие-то 80-е годы 20 века. Дело в том, что вот то чувство поэзии, которое развивалось в те годы, оно в основном не получило продолжения. И среди авторов вашего возраста или более молодых практически нет людей, пишущих стихи, вот с таким ощущением Москвы. Вот это вот чувство, которое у меня вызвало чтение ваших стихов, оно было ощущением московской, именно московской поэзии того времени, потому что была еще петербургская и другая, они отличались, и довольно-таки сильно отличались по не только содержательной, но и по какому-то внутреннему чувству, что ли, вот такого сквозняка, какой-то печали, что ли, я не знаю, я даже не знаю, как назвать вот это чувство, которое, и оно было свойственно практически всем авторам того времени, и во многом оно было спровоцировано деятельностью так называемых шестидесятников. Ну вот, Белла Ахмадулина, и Юный Морец, и других поэтов. Но так случилось, что вот это чувство и такие стихи, они сейчас оказались как-то вне литературы, и авторов, которые, вот кроме вас, я никого не слышал, кто говорит вот с этой интонацией. Мне просто интересно, вы себя ощущаете москвичкой, или же такой вот, который чувствует город хорошо, потому что это точно отражает состояние Москвы. или же вы каким-то образом любите вот поэзию того времени? Как вы сами это объясняете? Или вы не чувствуете связи? Возможно, просто Москву я очень люблю, и как бы многое схожено с друзьями, как правило. То есть вот это вот совершенно необыкновенное чувство, именно вот этой пешей прогулки по Москве, по Москве, это просто, то есть ее обычно хочется разделить с самыми дорогими людьми. И самые как бы дорогие мысли, может быть, что-то такое приходило, и в том числе и в прогулках. Но я не то, что думаю, что вот прям обязательно Москва. Ну так уж получилось, что, наверное, как бы этот город что-то навевает. А по поводу сквозняка, да. Я вот как-то поняла, что это как-то, это чувство вообще является литмотивом вообще в жизни. Человеку вроде бы хорошо, вроде бы у него все есть, вроде бы, собственно, какой смысл, да, он счастлив, какой смысл в какой-то, да, там грусти или что-то такое. Но как сначала так кажется, да, потом выясняется, что, ну, жизнь подкидывает уроки, что любые, как бы, достижения полного счастья невозможны, и человек все время чем-то мается, все время привыкает к несовпадению, да, постоянно что-то такое. Потому что когда говорят, «Ой, Маша, да, ну разве можете быть несчастливой? Вы же такая-раз такая». Как бы любой человек может быть несчастливым, и ощущать какое-то свое какое-то постоянное одиночество, какое-то вот... И лучше всего, естественно, это выражается, я думаю, в стихах, ну, кто в чем, кто-то, потому что я вроде бы училась на художника, но именно живопись мне совершенно не помогает это выразить. То есть она у меня как бы... Здесь я зашла в тупик. И поняла, что как раз в слове как-то это, наверное, получается, хоть что-то, хоть что-то какое-то вот выдавливать такую вот вещь. Вы знаете, вот все время идет некое ускорение во времени всевозможных информационных явлений, не просто их скорость определенная, а вот ускорение. И я помню, в 70-е годы я читал статьи о том, что вот в это время достижение максимальной выразительности в том или ином искусстве занимало промежуток в 15 лет. Ну и в пример приводили Робин Драната Тагора, который овладел блестяще тремя искусствами и в каждом из них достиг высочайших проявлений творческих, но каждая занимала тогда вот у него 15 лет. Ну, были и другие примеры. Потом все это ускоряется с достаточно впечатляющими. И сейчас, я думаю, что нужно мерить уже не 15-летками, а может быть 7-летками, а может быть и меньше. По той причине, что самовозможность нечто усваивать и быстротечность мира, который нас окружает, он очень быстро меняется буквально у нас на глазах. Вот если бы вы могли видеть Москву тех же самых 70-х годов, например, и сравнить ее с тем, что вы видите сейчас, вы, наверное, очень сильно бы удивились. Я помню Москву в 80-х годах, положим. Ну, в 80-х... Чуть-чуть. Да, но все-таки это был другой мир. И ощущение, вот ландшафтное ощущение было иным, нежели теперь. Ну, на старых фотографиях очень это видно. Да. А вот вы каким-то образом умудряетесь связывать время в своих стихотворениях вот именно по чувству этого города, который меняется буквально у нас на глазах? Мне кажется, что человек не так уж сильно... Ну, не то, что это известно. Мне кажется, человек не так сильно изменяется. Это действительно технологии изменяются. Самые быстрые из людей, да, они могут достигать каких-то необычайных успехов, там, сильно ускоряются или что-то такое. Но в среднем человек, мне кажется, он как был, так он и есть. И тут вопрос. В среднем человеку что делать? Бежать за самыми быстрыми? Либо, как бы, есть люди, которые вообще укрываются от этого дела, отказываются куда-либо бежать и двигаться, наоборот, двигаются назад. И ах, вот только ах, как было и раньше, ах, вот золотой был век, ах, вот времена. А мне кажется, что бежать, наверное, все-таки, высунув язык, смысла не имеет. И просто вот как оно идет, так оно идет. Когда я себе с трудом, вот, ну, все-таки где-то годам к 30 стала понимать, ну, хоть что, какие мнения действительно мои про этот мир, про мою жизнь, и стала себе признаваться в крамульных вещах для моей, например, семьи, что я не очень хочу путешествовать. Потому что когда я вижу моего папу, который в потуе мыли бежит и за неделю обегает, то есть вот он берет путевку, они с мамой, молодцы, конечно, то есть это для них, может быть, это хорошо, но я на них смотрю и понимаю, что они за неделю обегают. Вот, нечто, какую-то программу охватывают, что-то видят, папа все протоколирует, он все фотографирует, все. То есть я говорю, папа, а ты видишь, что ты фотографируешь? Или ты только, а потом, долгие зимние вечера, мне всех собрать, пролистать фотографии. Я не знаю, я предпочту вот приехать и неделю за этим всем просто наблюдать, никуда не бегая, но это же тогда много не охватишь, да? То есть, и зато у меня столько мыслей, столько всяких пережевывать, чего есть впечатление, что-то такое. Но если я побегу, я вот ощущаю себя выключена из жизни, что-то мелькает, а я не успеваю это воспринимать. Поэтому я для себя так поняла, что это, значит, для меня это просто не нужно. То есть, может быть, в какой-то момент с какими-то прекрасными, компания для меня очень важна, с какими-то отличными людьми, может быть, мы действительно пробежимся где-то, и, может быть, это действительно уложится все там по полочкам и принесет тот вот, но сама лично это вот я так не бегу. Знаете, я вас очень понимаю, потому что я, наверное, принадлежу к поколению вашего папа, но мне совершенно неинтересно путешествовать. Вот абсолютно никакого интереса к этому не испытываю, потому что мне кажется, это очень поверхностным и неудовлетворительным внутренним. Есть другие приоритеты, но я эту ситуацию видел как бы с двух сторон. Я еще ее видел как гид. Дело в том, что в молодые годы я служил переводчиком. Летом, когда был свободен от преподавания в университете, я переводчиком работал с туристами. И вот я в свое время выучил историю московского Кремля, так как ее не знали даже те историки, которые специально этим занимаются. То есть я все, что возможно, где похоронена каждая царевна, что там случилось, я в общем все знал. И вот я стою с чешскими туристами на ступенях колокольни Ивана Великого и рассказываю им про все эти подробности, предположим, два часа. Они точно так же, как ваш папа, у них у каждого есть фотоаппарат, записная книжка. И они все записывают. Время от времени они мне задают такие вопросы. Какая высота этой колокольни? Я им отвечаю. Сколько весит ядро возле царковки? Я им делаю соответствующее сообщение, потому что знаю, что они об этом спросят. Какого размера ствол у пушки? Сколько метров отсюда, вон, до входа, значит, вот в этот дворец? Я им на все отвечаю. И когда заканчиваю, они с уважением на меня смотрят, поскольку я все это знаю. Я их уже и не спрашиваю о том, для чего они пишут туда, потому что я знаю, они приедут и Гонзичка спросит о том, что значит, где-то была мама. Она ему подробно расскажет, это была такой высота, это была такой ширины, в общем, все. Да, и когда я заканчиваю, я их спрашиваю, вопросы есть? Они на меня преданно все смотрят и говорят, есть, кто-то из толпы говорит. Первый вопрос какой? Где продают пиво в Кремле? И второй вопрос, где находится туалет? Вот, ключевые слова, потому что вот в чем вопрос. Высота колокольни, знание об этом не сделает их счастливыми на данную секунду, а вот пиво, не говоря. И то, и то, делают мгновенно счастливые. Но вы знаете, вот в одном моменте я с вами не могу согласиться, когда вы упомянули про среднего человека, я не понимаю, что это такое. Вот, занимаясь всевозможными деловыми играми и работой с корпорациями, с коллективами, и там применяется один из инструментов, который можно назвать как определение психологического возраста человека. И вот оказывается, что многие наши менеджеры, которые, они обладают возрастом, например, 3 года или 5 лет психологическим возрастом. Да как это? Вот, а взрослый считается уже, когда достиг 14-летнего возраста. Это говорит вот о чем, о том, что человек вот в этом возрасте, он пристал развиваться как личность и пользуется успешными социальными стереотипами. Он просто работает, как какая-то машинка такая. Вот, этого человека, какое бы он ни занимал положение, его нельзя назвать средним или высоким или низким. Этот человек, это механический человек, это совсем другая разновидность людей. А вот, что касается тех, кто не утратили способность, тех, кто достигли уже взрослого психологического состояния, то среди них не может быть средних. Они разные просто всем. Их никак нельзя не назвать никаким средним. Вот под понятие всяких средних классов они не подходят. Он может быть богатым или бедным, может быть в той или иной степени эрудированным или недостаточно эрудированным. Это не меняет положение дела. Этот человек относится творчески и делает то, что делаете вы. Вы идете против обычая, которые прямо вам насаждает ваша семья. Они делают нечто, а вы каждый... Ну, уже положим не насаждать. Но многие дети, они с интересом и уважением. И интерес, и даже увлечением часто повторяют то, что делают родители. Не то, что они им говорят, а то, что они делают. И вот если ваши родители куда-то все время бегут, то можно было бы ожидать, что вы тоже куда-то побежите. А вот вы взяли, почему-то не побежали. Как вообще произошло, что у вас этот процесс не остановился? Ну, о чем и свидетельствуют, собственно, ваши стихи. Я не видел ваши изображения, ваши картины, но я предполагаю, что там тоже присутствует вот это качество, которое вы считаете, что там недостаточно выразительно. Ну, может быть, это просто повышенная требовательность к себе. Как случилось, что вообще вы начали писать стихи? Ваши родители ведь их не сочиняют, как я понимаю. Нет. Я из семьи технарей, они у меня инженеры. И они были бы счастливы, конечно, если бы я продолжила их стезю, потому что они мне сказали, интересно, в детстве, как я сейчас полагаю, мысль, Маша, ведь если что, вот ты пойдешь туда, мы же тебе в этом не поможем, помочь не сможем. И я наивно полагала, что это имеет какое-то значение, ну, по первости. И поэтому в свое время я пошла, дала себя как бы уговорить, то есть я хотела идти в художественное училище, но пошла в математический техникум, извиняюсь, по настоянию родителей, потому что они говорили так, там готовили программистов будущих, что программирная профессия будущего, ну, так оно и вышло, конечно. Вот, но... И я поступила туда, училась, закончила. И я думаю, эти годы совершенно не прошли даром, потому что я, во всяком случае, поняла, что программистов я не буду. Вот, но зато я там встретила очень интересных людей, много умнее себя, и как бы это помогло мне соотнести себя с довольно-таки серьезными людьми. Вот, и, так сказать, гордыню мою посбила слегка в этом смысле. Но зато, как бы, я потеряла некоторое время, конечно, что касается учебы в живописи. Но потом я поняла, что, возможно, ничего я и не потеряла, потому что это просто все отсрочилось, и я пришла к обучению живописи просто более зрелым человеком, которому не так просто было навязать какой-то фанатизм к каким-то авторитетам, и вообще, как бы, уже более самостоятельным каким-то суждениями, и с более осмысленным, вообще, отношением к учебе, в принципе. То есть, и тут... Зато я поняла, что это действительно в каком смысле мое, потому что я закончила технику, меня распределили, я пришла на завод работать, и я понимаю, что вместо того, чтобы идти, как бы, тестировать приборы на компьютерах, там была целая система, я сижу и... Ну, не точно, не то, что вместо, когда не было работы, я сижу и рисую какие-то афиши, какие-то поздравительные газеты, что-то такое, такое вот всяческое... Все, что с красками связано, с оформлением. И в итоге я просто понимаю, что... Ну и, ну и... И поступила учиться в институт на прикладную математику, да. Там даже я поняла, что я смогу быть программистом, если захочу. То есть, я даже лежа в больнице, от нечего делать, прочитала учебник по программированию. Что, мне раньше почему-то в голову не приходила такая девочка? Вот, и оказалось, что там все понятно достаточно, и я стала сама писать программы, но потом я поняла, что все-таки нет. Я не хочу этим заниматься. Просто не хочу. У меня другое... У меня не очень хорошо с логикой математической, зато вот интуиция. Как-то у вас нехорошо, если вы программирование так легко воспринимаете? Вот тут и оно. Там же чистая логика. Что наш... Нет, там не чистая логика. Ну, лингвистика, скажем так. Там сложный момент, да. И учительница по программированию всегда говорила, у Маши никто пусть не списывает, потому что вот так написать, как оно, это надо еще так суметь. Это безобразие такое, да. Я включала интуицию вместо логики, и получались хитрые конструкции, как я сейчас понимаю. Вот, но потом... И все это шло, 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 и в итоге, да, я вышла замуж, вот, прошло какое-то время, у меня родился сын, вот. И когда сыну исполнилось три года, как это у молодых женщин бывает, брожения, искания какие-то еще начинаются, потому что, как бы, человек неопределившийся я, без профессии, без высшее образование, без вообще ничего, все уже в панике, кроме меня, вот, и вдруг я просто, ну, встречаю старинного знакомого, художника, к которому я ходила, что-то там рисовала, вот, который меня помнил еще по занятию в художественной студии, Дом пионеров, вот, ты, он сказал, ты что, до сих пор? Ты до сих пор еще не учишься, что такое? И говорит, иди, и, как бы, иди на курсы. Я пошла на курсы, поступила, и я поняла, что я все забыла, меня учили просто заново, но зато я так набросилась мощно на это дело, что, каким-то семимильными шагами, то есть, когда я пришла, принесла первые работы, наш преподаватель жалостливо просто так выдохнулся, ой, вот, а поступила я со всеми пятерками, как бы, то есть, в общем, какой-то был жуткий скачок, и вот, я думаю, что и вот это, то есть, вот, как бы, я поступила учиться, и я поняла, что вот оно, мое, наконец-то, то есть, когда я училась в математическом, ну, у меня там были просто, ну, четверки, ну, такие четверки, такие нормальные, а тут все на пятерке легко, потому что я даже не думала об оценках, просто это дается, как бы, вот, само оно идет, идет, вот, и это с таким рвением, с таким, я там встретила, как бы, друзей хороших, таких же, как бы, по-хорошему сумасшедших, которые мы, вот, мы полностью погрузились в этот мир, то есть, вот, мы шли, и на все смотрели глазами художника, то есть, как, все, каждая картинка, все, что видишь, анализируется с точки зрения колорита, композиции, «А я бы вот это смогла написать, а вот это бы я еще не смогла, а как вот это, а как вот это?» и вот все-все-все через эту призму. То есть, бедная моя семья, наверное, было трудно со мной в этот момент, потому что одно дело, да, когда человек выходит, там, замуж или женится, когда уже он такой сформировавшийся, там, спокойно уже, там, все, как бы, понял, изучил, ходит спокойно на работу, зарабатывает деньги. Я не знаю, я не знаю, но некоторые вот почему-то так чуть ли не рождаются, да. А она там что-то метится, что-то, по ночам, что-то рисует, пишет, что-то вся какая-то, вечно какая-то сколокоченная, все ей куда-то надо, вот, и получается, у меня так была такая студенческая жизнь только в техникуме, так немножко, вот, а тут вот именно началась, вот именно, вот эти люди, то есть друзья друзей, там, кто-то учится в других, там, учебных заведениях, там, вот, друзья мои подруги учились во ВГИКе, мы туда ходили, там, как бы, у нас плохо, ну, довольно-таки плохо преподавали истории искусства, а там прекрасно совершенно профессор Кисунько, он нас пустил, девочек, он так хмыкнул в усы, так сказал, что, говорит, сход графа, да, ну, ладно, проходите. И мы к нему походили, он нам просто вот открыл глаза на этот мир, мы совершенно на все взглянули по-другому, то есть я такой удивительный человек совершенно, он, как бы, помимо того, что он давал списки, а вот это почитайте, и это не по истории искусства, это просто книги, которые надо знать, это вот какие-то вещи, и я еще это, я все это записала, но этот список я еще не весь осилила, то есть там, и потом я его вспоминала просто совершенно горячим чувством, что вот сама бы я не нашла эту книжку, вот молодец, вот как она сейчас в пору пошла, вот сейчас вот в 30 лет это надо было прочитать уже, вот, такие вот, и вот это вот все, вот это вот бурление, мельтешение, вот это вот все, видимо, что-то всколыхнуло, и вот. У меня появилось предположение, вот я как-то начала писать. Почему вы не удовлетворены своим художественным творчеством, и в большей степени выражаетесь в поэтическом? Мне кажется, тут дело в том, что художественное творчество имеет школу. Плохую или хорошую, об этом как бы... Ну да, то есть я училась ремеслу. Да, об этом все трудно, но там есть школа, и в которой так или иначе существуют установившиеся правила обучения, и там присутствуют две страны всегда. Одна страна, она невидимая для того, кто учится, то есть он видит перед собой какого-то учителя, преподавателя, мастера, который ему показывает что-то или же рассказывает что-то, а с другой стороны есть огромная невидимая страна, которая очень строго и жестко упорядочена. И это сама по себе школа, художественная. А так же, как это существует, предположим, в балете, в музыке, везде, во всех искусствах есть школа. И тот, кто поступил, например, учиться в консерваторию как музыкант, он оттуда уже выходит человеком, принадлежащим к школе. Хороший ли он музыкант или плохой, это вопрос другой. Так же, как и художник. Художник, который прошел школу, это не тот Руссо, который ее не проходил. Хотя, вот 20 век признал и наивное искусство в ряде его представителей гениальным. Но в поэзии не существует школы. Это единственное искусство, которое не имеет школы. Никто до сих пор не смог научить ни одного поэта. Это просто невозможно. Как же литературный институт имени Горького? Литературный институт имени Горького был основан в советское время самим Горьким, похоже. И дело в том, что там очень плохое преподавание литературы всегда было, я думаю, и сейчас также весьма неважно. Хотя оттуда вышел целый ряд талантливых людей, не обязательно поэтов, писателей, но и теоретиков. Но они скорее вышли в противовес системе. Туда же в советское время набирали по комсомольской путевке. Тогда да, но сейчас-то вроде бы вот никаких привилегий не дает. А люди идут именно учиться. Идут учиться, но научиться нельзя. Это миф о том, что можно научиться. И большинство в мире поэтов не существует, которые стали поэтами, потому что они кончили какой-либо институт. Ну, там просто, я думаю, повышается уровень культуры, уровень осведомленности. В этом я тоже сомневаюсь, поскольку существует некое корпоративное правило, которого не может избежать ни один институт, который не относится к школе. Еще существует вот такая коллегиальность, как бы, и есть инерция вот этих традиций, в том числе и советских традиций, которые там практиковались. И по этой причине какие-то выдающиеся явления, вот, скажем, из семинара Михайлова вышел ряд талантливых поэтов в свое время. Но это произошло как раз в противовес самой системе обучения в институте. И Михайлов не мог повлиять на этих поэтов, когда ему уже стали делать выговоры из райкома. Талант не зависит от поэтических талантов, не формируется в условиях какой-либо школы, я думаю, это происходит именно потому, что он требует совершенно другой школы. И вот эту школу человек вынужден пройти сам. Ему никто не может помочь. Нельзя этому научить, нельзя подсказать, нельзя поправить. Но есть некое чувство, как вот эти же чувства шага, что ли, когда происходит некая инициация поэта через другого поэта. И это всегда происходит через живого человека, через живого поэта талантливого. Нет другого пути. Кроме того, что есть вот то, что человек делает сам, он еще проходит некую как бы инициацию, что ли. И этим он приобщается к мировой культуре. Его поэт не кодирует на поэтическое творчество, какой-то поэт, который уже что-то достиг. Просто хлопает по ключу и говорит ты брат. Нет, он его не хлопает, он его чем-то заражает. Вот это вот заражение, которое происходит, оно пока что необъяснимое и никому не удалось описать, что при этом происходит. Но после этого, после такого контакта, почему-то у человека талантливого одарен начинает меняться его восприятие классической литературы начинает меняться. и вот это очень хороший признак того, что началось какое-то серьезное движение, потому что человек может быть очень хорошим поэтом внутренне, это тоже достижимо, но не уметь писать стихи. Такие мне встречались, вот у меня был такой знакомый, который, значит, написав пять-десять стихотворим новых, он уже опубликовал десяток книг в это время, он звонил мне и говорил, приходи, я написал свои плохие стихи, ты мне потом объяснишь, о чем я написал. Вот, и я приходил и, значит, читал его стихи, а он был одаренный внутренний поэт, но он не умел писать стихи, хотя писал их и публиковал, ну, как, что называется, графоман, которых я очень уважаю, между прочим, это для меня не презрительная книжечка, а как раз хорошая характеристика человека, который любит литературу, и сам, и я ему когда говорил, Володя, вот ты пишешь свои стихи, у тебя большое дарование, но тебе бы нужно еще дополнительно к этому что-то сделать, он говорит, да знаю, я знаю, мне нужно больше читать и вообще учиться, но я очень ленивый, поэтому, значит, это был уже человек, который понимал, что нужно что-то делать, но дальше, с тем, что у него внутри, для того, чтобы это превратилось в произведение, вам повезло, вы каким-то образом, но оно же грызет само, как бы, да, я не знаю, вы встречались ли или нет с тем, кто вас таким образом инициировал, встречалась, вот расскажите, очень интересно, это город Петербург, да, расскажите подробно, потому что, вот как раз, уже, поучившись, я не помню, у меня уже, фритилизм какой-то, ну, если так вспомнить, можно вспомнить год, но я уже начала учиться в институте, и так получилось, что я, появилась у меня возможность поехать, просто на лето, ну, так получилось, что меня родители позвали, говорят, поехали с нами вместе, но факт тот, что без семьи, то есть не то, что там мама с ребенком и все такое, там голова занята чем-то, а именно одной отдохнуть, сменить обстановку, в Петербург, да, у родителей, естественно, дворцы, да, и понеслось, а я один день с ними, просто чисто по инерции, побегала, и поняла так, ребята, спасибо, вот, и взяла свой маленький тюдничек, и пошла просто, без всякой цели, слонялась по городу, ну, делала зарисовочки, тюдики писала, заходила там в кафе, просто сидела, просто смотрела, гуляла, Питер летом, совершенно такой пустынный в центре, он мне, хоть я не была в Италии, но мне казалось, что я где-то вот в каких-то заброшенных, итальянских, медицинских кварталах, что вот эти вот, как раз, каналы, да, вот эти вот совершенно загаженные, конечно, но я как-то, я замечала именно романтическую часть, то, что такое все романтично облупленные дома, вот это вот охра, вот это вот такая грязная вода канала, вот это серый камень, такое затуманенное небо, белесое, удивительный, конечно, да, какой-то такой колорит, и это все, видимо, вот так вот, я не место, наверное, и я приехала из Питера, вот, и просто на меня нашло, и как бы я в первую неделю я просто вся голова гудела, что-то там такое, и стало писаться, просто непонятно, что, ну, сейчас, конечно, эти стихи о Питере не имеют такого, ну, какого-то там смысла литературного, но именно вот что-то началось, процесс пошел, и как-то это потом уже было совершенно не остановить, и это упало на благодатную почву каких-то вот, то есть я поняла, что я счастливая мать семейства, одинокий человек, и как бы, и это вот, и это всегда давало как-то пищу, то есть, и я стала понимать какие-то такие простые вещи, что почти любого человека не понимают его родители, это нормально, они в этом не виноваты, но они могут и имеют право тебя не понимать, и ты тоже, наверное, и как бы, и твой любимый человек может тоже тебя не понимать, он в этом, может быть, тоже, в общем-то, не виноват, но это так, это вот так есть, и это было, как бы, осознавать больно, и это, видимо, нужно чем-то просто равновесить, что ли, и как-то, иначе, как бы, жить просто, ну, невозможно, очень больно, и вокруг ты видишь все, что тебе больно видеть, что тебе неприятно видеть, все, что, как бы, какой-то там, какие-то моменты жизненной пошлости, ну, то есть, это, как бы, это нормально, это часть жизни, но, просто, смирившись с этим, быть просто, ну, как-то невозможно, и поэтому, поэт, он себе создает некий свой мир, и поэтому, вот, я у себя потом, просто так, отстранена немножко, глядя на стихи, замечала, что, Машенька, да ты выдумываешь себе, вот, что-то, ты себе, вот, рисуешь, там, ярких бабочек, там, каких-то птиц, какие-то улицы, у тебя чайники с тобой разговаривают, какая-то, все предметы, как-то оживают, и что-то такое, то есть, вот, элемент сказки, потому что, без этого, жизнь кажется слишком, жесткой, и, как бы, жить в ней, не очень-то уютно, и, так вот, то есть, и каким-то коконом, человек оборачивается, и так, как-то существует, то есть, это, в общем-то, где-то выживания даже. Маша, вот, это очень интересная тема, как мне кажется, дело в том, что, как-то неудивительно, но, чувство одиночества, которое является позитивным чувством, это правильное чувство, которое фоново сопровождает каждого человека, оно не должно вызывать переживания отрицательных, и именно потому, что... Со временем оно тогда и происходит. Именно большую часть неприятностей человек в общении с людьми испытывает из-за того, что он кого-то себе присваивает. И это, как бы, это как бы ложно избавляет его от этого чувства, что он сам по себе, и внутренне самодостаточен. Но люди переживают, часто очень переживают одиночество, как отрицательное ощущение. Но именно это переживание часто является очень эффективным посылом к творчеству. Вот создание некого идеального мира, то, что люди по-другому как-то называют духовностью, именно это является первым посылом к серьезному творчеству. Но это еще не все. Это начало пути. Потому что рано или поздно, вот сейчас вы подтверждаете, человек через это проходит, и он перестает переживать свое одиночество, как отрицательное ощущение, как отрицательную эмоцию. И он не хочет уже больше ни с кем соединиться. Но тогда возникают другие, более глубокие переживания, которые тоже являются импульсами к творчеству. Это переживание открытия. Потому что творчество художественное, творчество музыкальное, или же это стихи, в нем заключен искус, который очень трудно преодолеть. Это искус открытия. Вот это новое, этот мир, это идеальная среда, в которую попадает поэт, она создает впечатление о том, что можно открывать, что сейчас этот рубеж перейден. И вот это чувство того, что уже можно открывать, оно приводит, реально приводит человека к открытиям. Эти открытия могут носить самый разный характер. Они могут, не обязательно окажутся в области творчества. Это могут быть философские открытия какие-то, открытия социальные, если это гуманитарного склада человека, или же научные, технические, если это склад технический у человека. То есть, как это повлияет на человека, это сказать трудно, но переживание открытия, это очень сильное переживание. И я однажды видел по телевидению, я сейчас не помню, кто из академиков выступал, вот когда это организовывал, копить самые младшие вот эти передачи, очевидные, невероятные, которые смотрела вся страна, то выступал кто-то из академиков, физиков, и он рассказывал о том, что он решал какую-то теоретическую проблему, которую не мог решить. И вот он говорил о том, что все, почти все, или все, что известно в этой области, было у него одновременно, уже содержалось в его сознании. И он решил эту проблему во сне. Ему приснилось, что всадница скажет на лошади, которая споткнулась, и вот он понял, как происходит движение объектов, перемещающихся в движущейся системе координат. И проснувшись, он смог это описать в виде формул. Ну что-то в таком роде. Но он предупредил, что вот такого рода медитирование, оно опасно тем, что человек может просто сойти с ума. Это речь шла о физике и математике. Но когда это касается области творчества, то вот эта угроза, которая сопутствует творческой личности, она гораздо более серьезная. Дело в том, что там нельзя определить, где сошел, где не сошел. Но при этом достигается просто великолепная выразительность, которую я у вас вижу. Вы что-нибудь подобное переживали, вот как следующий этап? Вот когда начинает происходить открытие? Ну так даже вот не скажешь одним словом, но во всяком случае я точно поняла, что есть такой феномен, но, конечно, он у многих есть, что это называется, пришло само. То есть не когда что-то вымучивается, не когда ты что-то себе обещаешь или кому-то там понять, открыть, найти, что-то такое, а просто вот то есть вот у меня был во всяком случае вопрос, потом я поняла, что он просто вообще ничего не значит, этот вопрос. А кончатся ли стихи? А буду ли я писать дальше? Или не буду? То есть это как когда ты начинаешь себя воспринимать, вот я пишу, это что-то значит. и если я буду это делать или не буду, ты понимаешь, какая это все ерунда на самом деле. То ж, если ты, пока ты есть, пока ты что-то делаешь, то вот это некое оно существует. В стихах ли, не в стихах ли, что ты делаешь? Может, ты сейчас ребенка рожаешь, и все твои творческие устремления в этом. Кстати, вот когда, то есть то, что вот я мать, я мать, я мать Коли, вот я очень этим горжусь, потому что вот когда я, я так к этому готовилась, интересно, то есть я не то, что там, может, надо было зарядкой лишний раз заниматься, наверное, а я наоборот, я была в таком состоянии мечтательности, такой все время думала, как-то вот что-то представляла, фантазировала, то есть в общем занималась какой-то ерундой, по-хорошему, вместо того, чтобы быть примерной хозяйкой, вот, и Коля родился такой, даже очень мечтательный, очень такой, какой-то задумывающийся, с ним, мне есть с ним о чем поговорить, и это очень приятно, что как бы вот я стараюсь воспринимать своего сына, не то, что это вот мой сын, деточка, так тоже, но и то, что вот это некая личность, с которой, в общем-то, будет не безинтересно общаться, и мне в том числе, вот, а какие-то вот, какие-то открытия, не надо бежать, да, тут, наверное, какой-то, то есть вот не надо форсировать, то, что должно, то есть человек, он к чему-то готов, правильно, если что-то случается, то есть, то есть приходит случай, и твоя готовность, либо неготовность, и происходит ли, или не происходит, я думаю, что вот как-то так, то есть бывает, что там, да, современники не оценили, там, кого-то, или чего-то, да просто, господи, ну вот эти конкретные современники, с этим конкретным человеком столкнулись, там, да, и не было им о чем, действительно, они были не готовы, он не готов им был что-то передать, они не готовы что-то воспринять, и поэтому, ну, так вот, ну, случилось, а у другого, наоборот, классно, все произошло, и как бы, и художник отличный, а служил там, придворным художником, какого-то Цезаря, да, ну, как бы, Тициана от этого, по-моему, не проигрывает, вот, ну, как бы, вот так. Да, вы мне что-то напомнили, Лопеса, знаменитые, значит, строчки, смешон судьбы про сцену, когда глядишь без шор, как часто участь гения решает акушор. С этим примером, Тициана, можно вас попросить почитать ваши стихи? Мы уже много говорили о стихах, и теперь хочется перейти к практике. Я думаю, будет забавно, я вот тут выкопала первый стишок, который я считаю таким, чем-то интересным, хотя я не понимаю, что в нем интересного, но выбросить его рука мне не поднялась, никогда почему-то. И, может быть, вот так начать, да, первый, и вот то, что сам последний писал, вот какой-то контраст такой, или есть он, или нет, я не знаю, что вот как-то это с виду, наверное, будет интересно. мне кажется, в любом варианте интересно. Первый. О случайные словечки, о случайнейшие строчки, и случайные желания, и случайный дивный сон, соберитесь хороводом, нашепчите мимоходом, как купается в лазуре, лучезарный махаон. Не знаю, что это было. Вот. И вот последнее. Извиняюсь. Скворчонок, незадачливый домушник, метнулся к форточке, рванулся, был таков, окатывает кремовый чубушник, волной благоуханных лепестков, огловших нас, огловших нас, влюбленных, беззащитных, и жестяным прутом над головой скрижещет гром, но глупая кончита посмешище не слышит ничего. Курортников, бредущих краем моря, не замечает. Злые языки облизывают берег, блажь, умора, блаженство, беспощадные тиски, бессовестные байки, вдруг из клетки засвищет кеннер про любовь до гроба. Хозяин и хозяйка верят оба в переселение душ и в ипотеку. Интересное стихотворение очень даже. Оно действительно как-то связано вот с этим первым. Когда я начала писать, то есть я начала писать, конечно, как все там приличные люди в детстве, лет 14-15, где-то так. Но там писалось по-другому. То, что мне как раз совершенно сейчас не близко, это непосредственно. Например, описание природы. Просто с неким украшательством, какие-то там метафоры, то все. Но как бы сейчас я на них смотрю равнодушно. Они просто, ну так вот, свидетельства. Ну да, вот что-то было. То есть, ну такое вот, то есть поэтическое чувство, оно как-то ходило, ходило, но тогда я считаю его особо не было. Все оно было только просто где-то там в зачатке. Вот. А потом у меня как-то пришло просто понимание, что не все, что ты видишь, не все, что... Не все надо вставить в строку, не каждый лык. Потому что передать то вот, то что-то вот, что-то, что-то, что-то необычайное, что вот тебе только вот сейчас вот это вот кажется необходимым обязательно выразить, оно выражается чем-то очень коротко, чем-то очень, ну, что-то должно быть съемко. И пусть оно будет понятно даже только тебе пока там, неважно. Вот это как раз неважно. Потому что когда мои родители прочли, как бы вот, это, собственно, подборка для мамы была. Мама сказала, ну, что ты мне все там рассказываешь, что ты где-то? Ты мне дай конкретно почитать. Дала почитать, вот, они с папой почитали. И так, через неделю я так что-то приехала, они так, я говорю, ну, сидим там, обедим. И говорю, ну, чего это там так, между прочим, а не вижу мнутся. Я говорю, ну, ладно, говорю, спокойно, говорю, Они говорят, Машенька, ну, ты знаешь, ты нас прости, конечно, ради бога, может, чего-то мы не понимаем. Но это не Пушкин? Я говорю, да, ребята, это не Пушкин. Действительно. то есть, то есть, я говорю, понимаете, достичь, как бы, я понимаю, достичь вот этой красоты и прозрачности и понятности каждому, это, во-первых, не всякому, а во-вторых, и никогда... Разве есть уверенность в том, что Пушкин понятен? И Ник, на первый взгляд, ну, вот это вот то, что на первый взгляд... На самом деле он очень непонятный. Да, 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 это уже другой вопрос. Но на первый взгляд, то есть, ну, вот они вот это именно хотели сказать. Вот, ну, как бы, я была... Да, то есть, то, что нужно читать между строк, это, конечно, неприятно. То есть, вот, то есть, у меня мама, она такой картезианец. Всё должно быть в некой системе координат. Если... Ну, это неплохо. Это неплохо. Но это и не мешает, собственно говоря. Вот, видимо, мешает. Нет, это другое срабатывание. Потому что, я не знаю, почему, я не могу этого понять, просто, вот у меня мама... Картезианцы, многие писали, хорошие стихи сочиняли, и ничего страшного. Я поняла, что вот, то есть, мама отбрасывает всё, что хоть немного отходит от строгой какой-то схемы. То есть, вот, всё, что не вписывается в её картину мира, она не старается переработать и как-то вписать. Она же вам об этом говорила. Она отбрасывает. Это же и есть, использование успешных стереотипов. Вместо того, чтобы прозмыслить. И также, я поняла, что выживать так легче. Это действительно так. Да, конечно. Потому что, если твоя задача выжить, вот это уже роскошь. Да, конечно. А если ты готов погибнуть сейчас или завтра, то тогда welcome. А ты говоришь, нет, я не хочу погибнуть. Но если так случится, так случится. Но в какой-то мере вот это чувство гибельности творчества, оно вообще присуще творческим личностям во все века и у всех народов. Насколько я это понимаю. Ну, конечно, существуют сатирические поэты и иронические. Это самый кошмар как раз. Вот где самый кошмар. Да. Но когда мы говорим о том, что поэт в каком-то смысле жертвует собой для общества, не задумываясь об этом, ну, конечно, это же вот вы сочинили, а кто-то будет читать. Я здесь ни при чем. Но вы же передаете свое состояние в стихах. И вы стремитесь его передать как можно более точно. Да. Ну, это кажется просто необходимым. Зачем, непонятно. Нет, ну, чтобы ваша мама могла воспринять ваши стихи, ей необходимо, чтобы у нее была открыта какая-то дверца, которая позволяет воспринять это состояние. Потому что, конечно, она понимает слова, которые написаны. Конечно, она понимает связь между этими словами. Но дверца, которая передает состояние, закрыта. А вот она не у всех закрыта. И я вот наблюдал, у меня среди моих знакомых есть один художник уже в таком возрасте за 80 лет. Я считаю, очень талантливый, один из гениальных художников. И когда бывают его выставки, то, значит, странное впечатление производят искусствоведы и простые посетители выставки. Вот приходят посетители выставки и пишут очень мудрые слова в книге отзывов. И их это впечатляет почему-то. Они с большим трудом могут объяснить, что происходит. Но у них эта дверца открыта. Они не могут ничего сказать про то, там, валеры, не валеры и что еще есть в картине. искусствоведы. Да, но они, а искусствоведы, у многих из них уже эта дверца закрыта. Как раз именно потому, что они очень много знают о технологии. Они знают о технологии и придерживаясь стереотипов того, что приняты. Эти знания давлеют, скажем так, на одними. И не только эти, но и многие социальные знания о том, что реализуются, какие там рейтинги, что написано в таком-то каталоге, и очень многое другое. И вообще, если я сейчас это похвалю, то мне скажут, что я не люблю шагаловывать. Не поддаваться влиянию очень трудно. Это страшно трудно. Это смелость такая нужна безумно. А вот я об этом и говорю. А то потом со мной вот Иван Иванович не поздоровается, а потом мне скажут, а они вот... Так вот, у вас присутствует смелость в стихах. Почитайте еще. Говорят, бери, говорят, беги, говорят, говорят. Можно рехнуться, когда включаются все подряд в обряд говорения правды. И звукорят, раздирает, растаптывает и парят клочки закоулками с тылами. Белый пух крыльев ангельских любови сожрав. Целый путь. То ли башку отдать, то ли стопу. Дед Прокрост говорит, давай, выбирай. Ну, там смело, не смело. преданно в небо цикорий, глядит, не мигая. Дерзкий, прекрасен сорняк, осенние астры. Молча целует ноги твои, подорожник. Это ведь я, подорожник, цикорий и астры. Нынче гайден к началу недели и слегка разбавляет мороз запах ницы в бетонном тоннеле над охапкой поблегших мимоз. Запах бледный и нищий, и тонкий, и надрывный скрипичный фальцет, и смущающий взгляд незнакомки в этом будто знакомом лице. На моем подоконнике корчились листья, а на автоответчики кончились мысли, а на автопогрузчики с бруя и вожжи. Весь тираж домостроя застрял на таможне. Восхитительно пьян, ветер в синих погонах. Он бодал, он гонял десять строк по вагону, десять кликов на коврике серый мышонок, электрический пес, по e-mail хорошо нам, поделить костный мозг, вспороть окончанием, упиваясь до боли, молчанием, молчанием. Вот, и я вот убедилась, да, что молчать иногда значительно лучше, чем говорить. И как пела Умка, так пой, как птица, если можешь не петь, если можешь не петь, не пой. Это мой девиз в каком-то смысле, поэтому я пишу немного, пишу редко, то есть вот это вот, вот это вот все безобразие, это плод, наверное, на десяти лет где-то. Да, знаете, вот меня просто поразило, как вы их разложили, потому что я подумал о том, что если бы они были уже сбрушированы, то вам бы это не удалось сделать. А так лучше. А так в каком-то смысле это то, что можно откинуть одним взглядом, если хочется... Потому что что не по сильным трудам. Да, если хочется ассоциировать одно с другим в свободном порядке. Да, да. Я тоже поняла, что вот так я их не найду. Яркое стремление к свободе. У вас это присутствует вообще в личности? Да. Думаю, да. Потому что как бы в детстве у меня это притча в языцах, в моей семье, как я была маленькой. И я еще ничего не знала, да. Вот малый ребенок такой ангел без всяких как бы, да, злобных мыслей. И этот ангел просто взял и уходил, просто так вырывал руку там у дедушки, убегал вот так в парк. И никто его не мог там догнать, остановить. Там из детского садика я просто взяла и ушла. Все гуляли. Маша взяла и даже не сомневаясь, просто вышла за калиточку, пошла себе куда-то гулять. Хватились, девочки нет. Вот. А девочка шла себе спокойно, прошла квартал около другого детского садика, дворничиха. подумала, что девочка вышла из этого детского садика, завела ее в этот детский садик. Там тоже никто почему-то не спросил. Так, может, вас подменили, может быть, вы это не вы. Наверное. И то есть, то есть, меня нашли в другом детском саду, в другой группе, которая сидит и слушает воспиталку, которая читает с деткам книжку. Вот так вот. И потом, потом я так тоже еще убегала, меня ловили, то есть, я думаю, что ни от чего, никакой злобы, я просто, вот, мне нравилось. Вот вы интересно рассказали о том... Потом я очень долго, вы из меня это выбивали, ну, так, не в прямом, конечно, смысле. Вот. И потом я как-то возвращалась к этой вот... А почему вы не интерполируете? А вот вы очень хорошо рассказали про сына Колю, почему он стал таким, каким он стал. И как вам с ним, в общем, легко? У вас нет таких отношений со своим сыном, какие были отношения у вас с вашими родителями? Да. У вас они другие. Да, ну, я, конечно, помня это, какие-то вещи старалась не делать. А вот что же повлияло на вас таким образом, что вы стали такой? Ведь это тоже унаследовано от родителей, быстрее всего от мамы. Да, у меня мама такая. Но вот... Спортсменка комсомолка. Ну и что? Так, но при этом она не проявляет, она действует в рамках стереотипов социальных, а вы даже уже, именно тем, что вы пишете стихи. Ну, во-первых, вы пишете стихи, которые сейчас большинство людей в вашем возрасте не пишет. Но ваши стихи обладают культурой речи. Большинство тех стихов, которые публикуются в сборниках, сейчас и прочее, они не культурные просто. Люди, которые их пишут, они не дают себе труда подумать о том, что такое поэзия, им достаточно того, что они это написали и уложили в страницу в виде стихотворного текста. Столбик. И даже совсем не обязательно вот как-то так, они это верлибрами называют, совсем не понимая, что верлибр может образоваться только в руках мастера, который уже умеет, хорошо умеет писать культурные стихи. Они с этого начинают. С верлибров это все очень... Поток сознания. Да, это скорее для психотерапевтов и для психиатров, которые изучают социальные явления. Вы же идя против течения, потому что вряд ли... Я не ощущаю. Потому что вы мало общаетесь с этой... Судьба Евгения хранила. Я так полагаю. Совершенно верно. Но вот если вы пообщаетесь, то вы очень много в этом плане узнаете такого, чего вы еще не знаете сейчас. Но к счастью... Нет, но в сети я много чего читала. Нет, но в сети... Интернет. В сети сбавляют от обсуждений литературных и от всякой литучебы и от всевозможных, значит, посиделок литературных. Вот я там не в вашем, а раньше, например, лет 20 сходил литературных объединений при Союзе Писателей. И меня просто поражало. Я просто был потрясен, когда столкнулся с этим в первый, второй, третий раз. Все время происходило одно и то же. Приходят одни и те же люди, садятся, начинают ругать друг друга. Мне им так нравилось. Да. И они так это примитивно делали, что мне казалось, что они просто не понимают что-то. И я, значит, засел за все словари, значит, на совесть и на страх, как Высоцкий выразился, и все пытался там что-то такое рассказать о том, что является. Но это все встречалось в штыки. Они продолжали ругать друг друга, невзирая ни на что. Хотя я пытался их урезонить, что они с любовью вроде бы отдаются творчеству. Это не предмет для того, чтобы друг друга ругать, даже если что-то им не нравится. Но они продолжали ругать. И вот это вот свойство ругательное Вы как-то избегли, Вам повезло просто. Потому что Вы не попали в эту среду, а иначе Вы очень много узнали того, что Вы не знаете о себе. Это могло бы, между прочим, на Вас повлиять. Не все люди легко выдерживают вот такое давление социальной среды, которая теоретически должна быть благожелательной. А она практически оказывается очень даже неблагожелательной. Человек устает, конечно, от этого. Я, например, вроде бы не должна была бы, но немножко устала то, что, например, мои картины, ну, там все чудо-таки, как бы, то есть, то, за что мы боролись, учась в институте, боролись в хорошем смысле, то есть мы боролись за вот этот вот поиск каких-то художественных средств для достижения какой-то необычайной выразительности. Не просто скопирует действительность, а что-то такое передать. И, соответственно, колорит не условный, а какой-то богатый, интересный. Что, например, и ждешь... Вот опять же, у меня честная связь вообще с родителями. Они очень хорошие, интересные люди. И их мнение для меня, в общем-то, было довольно важно, хотя я так же и осознаю, что, например, в искусстве они все-таки не разбираются. Хоть мой папа, по счастью, вот он прививал, то есть это он водил меня в детстве в Третьяковку, это он... То есть он меня прививал, он как бы... Ну, так... Давал читать книги, да, и как бы образовывал меня очень довольно-таки серьезно. Ну, как мог, естественно, хоть как бы пробелы мои велики. Вот. И... Меня очень ранило, что они не понимают, что я делаю в жилписи. Поэтому то, что если они не понимают мои стихии, я уже к этому хотя бы была готова. Меня это очень ранило. Когда моя мама мне говорит, ну что ж они у тебя такие, работа-то грязненькие. Я попыталась выяснить, что значит грязненькие. Я говорю, мама, ну это же называется, как бы, а не все соотнесено друг с другом. Понимаешь, мы все видим через некую толщу воздуха. Это называется, как бы, воздушная перспектива, и все такое. Ну, как бы, это колорит, да, все должно соотноситься. Травка она какая? Зелененькая, а у тебя она какая? Я говорю, мама, а травка бывает не зелененькая, она бывает жухленькая, она бывает зелененькая при таком освещении, при таком освещении. Мама ничего слушать не хочет. Она говорит, ты дай мне, ты взвесели мою душеньку. Что ж ты мне травочку зелененькую не рисуешь-то на лужочке? Что ж ты рисуешь-то такое? Все. И все в таком вот духе. То есть я, конечно, понимаю, что она не обязана разбираться, но с другой стороны, как бы, это очень грустно. Это очень грустно, когда все, что ты делаешь, на тебя так смотрят, все говорят, а, ну да, ну давай, давай, деточка, давай, чем бы не держалась. То есть вот так вот, несерьезно, как бы, не относясь. И это при том, что мой профессор, как бы, как бы, говорит, давай, работай, делай, у тебя хорошо получается, давай, давай, почему не делаешь там, в общем, как бы, вот так вот. То есть и получается, и это получается, что мнение моей мамы для меня дороже в искусстве, хотя это, по идее, не должно быть, чем мнение моего учителя. Хотя это вообще как-то странно. но у меня пускались руки какое-то время просто. Это, наверное, потому было, что... Хоть я пишу же не для мамы, в собственности. вы не знали некоторые вещи, которые, в общем, нужно знать, которые позволяют противостоять этому. Дело в том, что это заходит очень далеко и затрагивает даже биологическую сторону человека. Вот в 60-е годы появились такие художники и появились теоретические статьи о том, что появился в живописи серый слой. Вот художники, живописцы пишут картины полностью уверены, что это цветные картины. Ну, живопись. Там же цвет, да? Вот они вывешивают картины, приходит публика, смотрит и говорит, все картины серые. Все картины серые. И вот появилась вот эта вот проблема серого слоя в живописи, серые картины. Значит, живописцы их видят как цветные, а публика их видит как серые. Значит, это привлекло внимание исследователей, особенно, которые занимаются физиологией мозга. Они стали исследовать живописцев. И оказалось, что у живописцев, которые пишут эти серые картины, а их было тогда немного, сейчас их гораздо больше стало, у них сформировался так называемый, вот назвали по этим картинам серый слой. Значит, у них сформировался слой рецепторов глазного дна, которых не было у публики. Понимаете? И публика, как бы она ни старалась увидеть что-то там цветное, она не могла это сделать. Понимаете? Просто мозг все время развивается у человека. Это единственный орган, который претерпевает метаморфозы. Вот руки, ноги, если не мутант, и жабры не появились, как показывали одного киевского человека, у него жабры уже отросли, чем он очень гордится, между прочим. Так вот, руки, ноги, голова, все органы, они приблизительно находятся в систематике организма в том виде, в каком они традиционно находились всегда. А вот мозг меняется, и он все время развивается. И появляются новые механизмы в мозге, новые агрегаты появляются, такие заметные даже, вот как этот серый слой, или совсем незаметные, которые очень трудно фиксировать, как огромные потоки нейромедиаторов, нейротрансмиттеров, которые образуют ассоциации, которые распространяются мгновенно между нейронами, когда художник, например, испытал озарение. А вот этот зритель, он может быть просто биологически к этому не готов, просто потому, что он неправильно питается. Или по каким-то другим причинам. Не те книжки ел в детстве. Не те книжки ел в детстве. Или не ел их вообще. Не ел их вообще. Или еще по каким-то другим причинам. Ну да, да, вот как вот у нас вот есть такая профессиональная как бы самая, что вот глаз настроить. Да. И это художественное видение. Тоже такая вещь есть. И это действительно так и есть. То есть вот, когда мы этим только заразились, я говорю, то есть мы шли и мы мир воспринимали по-другому. Для нас человек был посмотри, какой дядька, смотри, какой колорит, смотри, 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 какие пошли там оттенки. Бедный дядька, наверное, там думал, что у него что-то вскочило. Где-то так его девушки рассматривали. А мы с таким... Причем художник, я заметила, это очень интересно, поскольку художники пишут часто друг друга, потому что художник это самая благодарная модель для брата художника, потому что он знает, как надо позировать и что не надо делать. Надо быть смирным и покорным. Ну, что тут говорить, когда тебя кто-то пишет, у него свои мысли, он что-то хочет от тебя что-то воплотить, и ты уж давай воплощай. Я бросала, когда взгляд на того, кто у меня пишет, мне становилось страшно. Это был взгляд такой, другой. То есть я этого человека не знала. Это взгляд холодный, жесткий, четкий. Человек пытается проникнуть просто в структуру, в суть. То есть вот, это его мысли. Тебя здесь нет, ты модель, ты просто нечто. Ты это свет, тень, оттенки. Ассоциированные с его представлением и художеством. А тебя нету. И это такой момент, это не каждый может вынести, кстати. Это такое сложное очень чувство. Маш, ну знаете, что потрясающее вот с этим серым слоем, я немножко вернусь в разговоре. Потрясающее оказывается то, что сейчас большинство людей обладает этим серым слоем. Мы матрицы, мы мутанты. Да, и стали видеть все эти картины как цветные. Теперь этой проблемы не существует. Ну может еще кто-то и остался, у кого его нет, но большинство людей у всех наросло. Крупуляция наросла, да. И это говорит о том, между прочим, что художник находится немного впереди. Вот именно за своих духовных запросов он формирует, он более, что ли, продвинут в формировании собственного мозга. Собственной биологической адекватности к каким-то эстетическим и другим запросам, которые свойственны художникам в отличие от нехудожников. Ведь если изобретатель или же конструктор или же математик, он находится в некоем мире, который находится вне него, даже если он исследует организм человека, для него это всего-навсего объект, даже если это его собственный организм, как это бывает у психолога, то у художника нет такой задачи, он ничего внешнего не исследует. Он, наоборот, он развивает сам себя. И вот это вот, и это часто вызывает зависть людей, которые схватывают вот этот момент в художнике. Зависть тех, кто не развивает себя. Они видят, что этот человек имеет преимущество в саморазвитии. Какое это преимущество? А ведь преимущество передается, оно передается и детям. Вполне возможно, что ваш сын, то, что вы сделали как творческий акт, возможно, он считает этот само собой разумеющимся. Ну, в общем, его не удивляет, что я пишу стихи, к примеру. Он к этому относится совершенно спокойно, потому что у него уже были периоды, он писал, теперь он перестал, теперь он думает, может быть, опять. И вот интересно, вот в свои там, да, 14-х лет, он подошел, то есть как все дети увлекаются чем-то таким, да, там, ну, например, вот в том числе музыкой, общение, музыка, сейчас для них главное такое составляющие жизни. И вот ребенок, ну, а какая сейчас музыка? Рэп. Молодец, рэп. А я ему пытаюсь донести, говорю, Коля, ну, рэп это всего лишь жанр, это всего лишь жанр, а это все равно стихи, как ни крути, а это стихи. Потому что ты с удовольствием слушаешь там 50 Cent, но как бы, но этого, кстати, подвигает лучше английский изучать, то есть он все время со словарем в обнимку ходит, это хорошо. И он переводит и видит, что тексты зачастую довольно-таки примитивные. Конечно. Он это понимает. Да. Но, что интересно, это его не отвратило, потому что, ну, я поняла почему, потому что вот эта энергия в рэпе, она очень мощная, она очень созвучна молодежи и всем, кто как бы молод. То есть, это так захватывает, то есть, когда он мне вот наушник этот сует, я просто, я начинаю тоже приплясывать, я тоже что-то такое. То есть, это передается, это очень мощная вещь и это не просто так оно возникло. Вот. Я говорю, Коля, ну, и вот, они говорят, мы создаем свою раб-команду. Хорошо, кто пишет текст, наверное, ты? Он говорит, да, я. Я говорю, ну, и как много написал текстов, интересуюсь аккуратно. Одни, он говорит. А почему? А о чем, говорит, писать? Ведь, если, говорит, копировать западных, это же, говорит, музыка улиц, как бы, такой полубандитствующей молодежи, и он так, и останавливается. Я говорю, Коля, ну, ты взоришь в корень, потому что это не ваша тема. Ты живешь не на улице, ты не бандитствующая молодежь. У тебя что-то другое, у тебя другое. Я говорю, так вот, пиши свою жизнь. А вот это-то оказалось самое сложное. Вот он столкнулся, вот он столкнулся с этим. Я говорю, Коля, это огромная смелость нужна. То есть, это либо тебя настолько переполняет, что ты не можешь уже этого не делать. А пока, говорю, ты можешь этого не делать, не делай этого. Все очень просто. То есть, не можешь не писать, не пиши. не пиши, если можешь не писать. И он, по счастью, не страдает вот таким вот, лишь бы, лишь бы что-нибудь в столбик. То есть, вот он пока вот не нашел, я ему говорю, описывай свои чувства. Он на меня смотрит, не понимающий. Это очень трудно. Ребенок в 14 лет, какие, говорит, чувства? У него их море, но при этом. с таким толстым голосом, какие, говорит, чувства? Я говорю, какие чувства у тебя? Я говорю, смотри, усы и борода, чувства. Я говорю, ты смотри на мир-то, глазами открытыми. Ну, в общем, нет, но когда он так вот, вроде бы он начинает что-то, что-то понимать, но вот он еще в таком процессе. У него еще все впереди. Можно вас попросить еще прочесть стихов? Несколько из тех, которые вы прочли, просто были очень красивые лирические стихотворения. И мне хотелось бы еще послушать, я думаю, что и зрителям тоже. Например, была я в Гурзофе, и занималась я там тем, что не осматривала достопримечательности, я просто там жила, две недели. Вот что-то из этого получилось. Видно у моря, я не в любимчиках, пеной плюется и морщит личико, тесно в Гурзофе, как в старом лифчике, севшем от бесконечных стирок. Здравствуй, дерьмище, на улицах кучками, здравствуй, винище самое лучшее, ты, брат, сюда заезжай при случае, с видом на рай десятки квартирок. Пленэр. Стихает шторм, и тучи низкие, расходятся, гремя подковами, и отцветы по небу рыскают, оранжевые и багровые, волна в покорности обманчивой распластывалась в полный рост, оттенки зелени и ржавчины, то ржана, то купороз. Я убираю кисти бережно, с палитры лишнее сдираю, а чайки топчутся у берега, с укором на море взирая. Начинай готовиться к зиме, напили дрова, заделай щели, надо будет выдержать, суметь, памяти изысканное мщенье, море дышит, грозная квашня, тяжко возится, уснул поселок, осень, но что же до меня, так и мой портрет не из веселых, львы, олени, чайки, воронье, боль, сосредоточенная в горле, многоликое и смешно мое, морем поглощаемое горе, то гордыня клацает во мне, то познание брызнет горьким соком, начинай готовиться к зиме, с мыслей о высоком, о высоком. Можно еще? Да. Чувство зимы заполняет меня целиком, сменила затишье великое тишь, тостер покоцанный кот цокает языком, тост, мол, готов, наливай, чего ты сидишь, чайничек, псевдоироглифы, глянцевый бок, делятся с нами дружески янтарем, так и сидим на кухоньке, я и бог, и тишину с пустотою в прикуску пьем. Лунный угорь в подводной листве, между встречи зияют лакуны, гондольеры с хороном в родстве, подозрительны воды лагуны, валидол под язык, что обол, ты, ученый, усталый и нищий, за бортом кажет влажный плавнище, кистеперая рыба, любовь. Биг френдов шнур, крепкая нить, жизнь выбросит нас, срезав балык, незачем больные платья хранить, и не досуг ходить на балы, одиночество, перегонный куб, нет гравитации, граб поесть, страшен в огневе рахат лукум, are you all right, улыбайся, yes. Мы, благородный лютик, оранжерейный репейник, рая круги, несколько первых ступенек, мы проскочили, безмозглая мелочь, классики, видишь, криво очерчены мелом, в печке полить человеческое оперение, остерегайся, иди, воротись скорее. Под вечер вспоминается итака, уходит эос, резко холодает, улыбчивая яблонька-китайка, усыпанная терпкими плодами, сияньем наполняет этот угол запущенного сада, над домами восходит от теня елей уголь, испуганная личика Данай, прозрачна ночь, бессонница Багор нащупывает полутруп зевоты, но сочное портовое арго прорывается из памяти, и воды, той гавани, куда мне нет возврата, колышут кораблей моих иллюзий. Окончена веселая регата, скамейка, младший плений, старый лузер. А можно еще из книжечки? Можно. Дело в том, что вот эти стихи, они уже помещены на сайте, и всю эту подборку, читатели, которые нас сегодня, зрители, которые нас сегодня видят, они, конечно, посмотрели уже. И теперь они еще слышат, как вы это произносите, что тоже очень интересно. Но, во всяком случае, мне это интересно слышать. Это добавляет оттенки, потому что все-таки поэзия, это поэзия обладает своим мелосом, не таким, как музыка, но достаточно убедительным, и иногда позволяет понимать стихи, даже произнесенные на языке, который не знаешь, и понимать, что говорит поэт. А тут у вас книжечки совсем новые. Вот то, что я прошу вас, если вы это на машинке нащелкаете, прислать мне по почте, и я это добавлю к тем, которые есть на сайте. Но сейчас, если можно, прочтите еще что-нибудь. А тут из всей этой книжечки тут всего лишь несколько вышло таких, что... Совершенно иронично я отнеслась к тому, что меня позвали в союз литераторов. Написалась такая штука. Как поэт, да и в роли оратора, стала Маша Панфилова радовать, но как умная мать, перестала писать, как вступила в союз литераторов. Ну вот, вы сами себя опровергаете. По-моему, принадлежность или непринадлежность к союзу... Все-таки союзы такого типа, как союз литераторов, кстати говоря, это нормальный вполне союз, потому что он очень близок к профсоюзу. Я вообще совершенно не знаю, зачем, конечно, это все произошло. Он, собственно, из этого и породился. Нет, ну, знаете ли, все-таки литература профсоюзная деятельность, и она отнюдь не мешает объединяться в союзы, но это совсем не то, что творческие направления, которых у нас сейчас почему-то не формируются. Вот ситуации... Я все равно формирую, они есть. Я хожу, учусь, слушаю, иногда, когда есть время. Да, интересно. Как же, вот, например, в Доме Болгакова много чего хорошего читают? Нет, я не это имел в виду. А что? Сейчас появилось, конечно, много людей, которые сочиняют интересные вещи, и большой поток книг, которые стоят там по 100 рублей, по 200 рублей, которые издаются экземплярами, стоят 200 экземпляров, да, и которые совершенно недоступны для широкого читателя, и среди этого много талантливого. Но это деятельность отдельных авторов, отдельных поэтов, писателей. Нет, они объединяются в объединении. Я понимаю. Я понимаю, да, но вот эти объединения не носят характер творческих направлений. Сейчас с тех пор, вот, как... Ну да, там, да. Они носят скорее характер, я не знаю, может быть, это какой-то промежуточный этап, но мне всегда казалось... А должны ли они? Конечно. Потому что все, что сделано людьми хорошее, сделано не одним человеком. Вот даже если он своял, предположим, какую-то скульптуру, вот здесь мы видим много скульптур, или изготовил просто кресло красивое, то в это вложено много труда других людей. И когда возникает эстетический эффект от того, что произведено отдельным человеком, а всегда есть какой-то конкретный автор, то это говорит очень многое о том, какова была референтная группа этого человека. А референтная группа по какой-то причине, может быть, это инерция еще Советского Союза, где все это там после «Звезды» и прочих было запрещено, просто групповщина преследовалась самым жестоким образом, включая расстрельные статьи, заключение в лагеря, и другими способами лишения возможности жить и есть. Значит, это власть предполагала, что это обладает мощной очень силой, правильно, раз это так запрещалось? Вот, да, если в то время даже на заседаниях политбюро обсуждались отдельные стихотворения отдельных авторов, то, значит, этому придавалось очень большое значение. Хотели понять. И такие вопросы, вот одна моя сейчас очень известная поэтесса, знакомая, ученая и поэтесса, она рассказывала мне, как ее вызывали для собеседований в КГБ, и она никак не могла понять, что ее вызывает. Вообще она переводчица уже была известна и прочее в то время. Вот, а переводчикам была другая статья, и им было легче, вот, например, стихи не публиковали, а переводы – пожалуйста, вообще. Культура переводов в СССР очень сильно развелась тогда, в те времена. Вот, так вот, значит, ее вызывали, но не могла понять, что они от нее хотят. Вот ее вызывает один и тот же оперуполномоченный, все время с ней о чем-то говорит, а у нее задача – понять, о чем он с ней говорит, что он от нее хочет, в конце концов. И она не понимает. Он вроде с уважением и прочее, и ей ничего не инкриминирует, как бы, и никаких проблем нет. Но она все время не понимает, что ему нужно. И вот она, в конце концов, не выдержала, на очередной беседе ему и говорит, слушайте, а зачем вы меня все спрашиваете про разных писателей? И он ей откровенно так и отвечает. Он говорит, ну вот у нас вышла когда-то незадача с Мандельштамом. Так вот, мы сейчас хотим узнать, кто талантливый, кто не талантливый. И она ему говорит прямо в лицо, но вот этого я вам никогда не скажу. Ну и он ее бросил вызывать. Но он сам по себе… Сейчас звучит как анекдот, а вообще кошмар. Нет, я тут не вижу кошмара. Ну разве это плохо, что… По-моему, государство этим вообще интересоваться только в плане… Нет, государство, возможно, должно этим интересоваться. В том плане, что выделять для этого всевозможные средства и поддерживать всячески творческую деятельность. Поскольку это очень позитивно влияет на умственные способности населения. Творческая деятельность самого населения, или же граждан страны, очень позитивно влияет на развитие умственных способностей этих же граждан. Что, похоже, не очень устраивает самоначальство. Но если находятся такие сотрудники, которые хотят понять, кто талантлив, кто нет, если это с целью того, чтобы талантливых больше, как Мандельштама, не уничтожали в свое время, то тогда это позитивный фактор, мне кажется. Но все-таки в правильном направлении идем. Человек, который пытается это понять, возможно, это и поймет. И, может быть, он что-то сможет сделать. Для того, чтобы... Мы живем в реальности существования таких структур. И поскольку они уже есть, то гуманизация их в любом случае желательно, как мне кажется. Думать об этом не хочется. Ну почему? Знаете, вот думать можно обо всем. Тут нет никакого запрета. Почему бы не думать? Мы можем высказывать свою точку зрения и думать обо всем, что нам заблагорассудится. Вот сейчас я опишу критическую статью по просьбе автора. О его стихах. Это редкий автор, который сочинил гражданственные стихи. Представляете? Он опубликовал пару книг и оказался гражданственным поэтом в нашей стране, где гражданственной поэзией никто не интересуется. Он там поднимает очень серьезно и хорошим языком, хорошей речью, и с очень хорошим поэтическим посылом поднимает серьезные проблемы страны. Дайте потом почитать. Дам почитать. Но вот я пишу коротенькую статью по его просьбе об этом. И мне это кажется достаточной степени убедительным, потому что вся остальная официальная пропаганда отталкивает людей от того, чтобы занимать гражданственную позицию. А гражданственная позиция – это такая позиция, которая служит на пользу всему обществу целиком. И мы можем выражать себя и оказываться в состоянии, передать свое состояние творческим методам. Это очень хорошо. Но когда наше состояние может возвыситься до шизофренического представления обо всей империи, например, и о ее благе, как это было у поэта Хлебникова, предположим, который просто этим болел, то в этом случае это заслуживает особого внимания и, может быть, особого уважения. Хотя это очень редкое явление, в настоящем мире это встречается крайне редко. Давайте перейдем к стихам. Мы как-то все сосредотачиваемся на всяких вопросах жизни и творчества. Хочется послушать еще ваши стихи. У нас еще немного времени осталось. Я, конечно, не скажу за всю Одессу, за всю Россию, не скажу. За себя скажу. Вот что, если хотите, вот из книжечки, то тут еще два имеющих значения. Чтобы убить уже наверняка, он целует тебя в понарошку. Ты в обветренных красных руках тащишь розу, как дохлую кошку, замечая, едва ли вокруг закипание липы в аллее. И зачем ты твердишь? Не зову и не плачу. И да, не жалею. Такой элегантный цинтон. Вот-вот утихнет боль, и жизнь почти реальна. Давай отменим, что ли, тоску принципиально. Сдаваться погодим, в сиреневом угаре заначки раздадим, и ништяки раздарим. И волю, и покой, и счастье, и недискретность, и птичье молоко всем ангелам за вредность. Спасибо большое, Маша. Рад был с вами встретиться в эфире живого телевидения. Я тоже была, да. Казалось. Надеюсь, что когда у вас созреет новая, можно сказать, книга стихов, то мы встретимся снова и поговорим об этом... Через 10. ...с позиции... Ну, совсем не обязательно, не стоит загадывать. Мне кажется, это осенить может в любой момент. Еще один Петербург или Венеция, и вновь что-то. Да, как сделать. Ну, я имею в виду некий град небесный, который присутствует в сознании поэта, совсем не обязательно при соприкосновении с архитектурными излишествами. Так вот, значит, желаю вам успехов, удачи в ваших начинаниях. Спасибо большое. Спасибо нашим зрителям. Спасибо. Всего хорошего. Ведущий программы Юрий Проскуряков сегодня в гостях Маша Панфилова, поэт. Субтитры создавал DimaTorzok